Сегодняшнее соревнование – финал спартакиады, в которой участвовали курсанты всех военно-патриотических клубов Крыма. Поводом стало столетие образования военных комиссариатов Минобороны России. Последний этап состязаний приурочен именно к этому дню. Это лучшие команды, которые прошли отборочные игры у себя в районах, в городах. Сейчас вот они защищают честь своих военкоматов. Они бегают, они стреляют, разбирают, собирают оружие, отжимаются, метают гранаты. И все это входит в этапы. Первый этап наиболее простой. Курсант должен как можно быстрее добежать до отметки в 60 метров и вернуться. Следующий участник команды показывает свою ловкость. Кроме того, чтобы преодолеть дистанцию, он должен разобрать и собрать автомат Калашникова. С предохранениями. При этом крышку снять. Пружин. Ловкие и сильные пальцы – не главное условие успешной сборки-разборки. Нужно отлично знать устройство оружия и последовательность действий. Но главное – не торопиться. Из-за суеты детали буквально сыпятся из рук. Третья задача представляет собой всю ту же дистанцию, но теперь с отжиманиями. Четвертая – сложнее и интереснее. Обратный путь курсант обязан преодолеть в противогазе. Это проблематично, ведь надышаться через фильтр не так просто. Но это мелочь. Основная проблема в том, что до средства защиты еще нужно добежать и только потом надеть, задержав при этом дыхание. Главное, как и с другими дисциплинами, не суетиться. Главное, как и с другими дисциплинами. Но здесь же драгоценные очки можно и потерять. Не попал в мишень или не поставил на предохранитель – штраф. Навел ствол на человека аналогично. Эта спартакиада в целом предполагает большое количество наказаний. Очки можно потерять на плохо надетом противогазе, неаккуратной сборке автомата и даже неправильном беге. Такие жесткие правила с юного возраста приучают к дисциплине и готовят ребят ко всем сложностям жизни, а для некоторых еще и армейского быта. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.